Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас офигенный выпуск. Мы будем тестировать SUP. Вы знаете, что это такое? Stand-up pedal board. Но не просто SUP, а электрический SUP. У него есть электрический мотор, который двигает эту штуку. И при этом можно грести веслом и подруливать. И, на самом деле, относительно неплохая скорость на нем развивается. Фух, мы сюда приехали на остров. Посмотрите, какие здесь волны сейчас. И на этих штуках было выехать, ну, скажем так, не сильно просто. Ну что, давайте смотреть, как это все устроено, как это работает и насколько хватает. И главный вопрос, стоит ли это покупать? Так вот, поехали. Так как мы на лодке живем, и для нас SUP является не роскошью, а средством передвижения. Вернее, мы на нем не катаемся просто по приколу. А у нас он используется вместо тузика, чтобы добраться до какого-то островочка. То просто грести много веслом. Иногда хорошо с точки зрения упражнений. Но хочется грести веслом меньше. Поэтому мы обнаружили, что у нашего знакомого здесь есть SUP с электромотором, который он купил на Алиэкспрессе. И давайте сейчас посмотрим на характеристики данного мотора, данного сетапа. И, собственно, поедем его потестируем. И будет какой-то вывод, стоит ли это покупать к себе на лодку, либо не стоит. То есть сейчас у нас будет полный эксплуатационный обзор SUP с электромотором, с Алиэкспресса. Ну что, готовы? Погнали! Начинаем с Banggood, нажимаем стендап педалборд. Сейчас посмотрим сначала на доски. Что мы видим? 290 долларов у нас стоит дешевая, потом 350 следующая. Вот я вам сейчас показываю ценник, вы это все видите. То есть чтобы у вас был перед глазами какой-то диапазон. То есть это самая дорогая 560. Ну вот, наверное, вот в этом диапазоне все и есть. Далее мы идем SUP Electric Motor. И смотрим, что нам предлагают. Вот тут есть первый. Внутри него стоит такой же винт, как просто обычный винт. Он имеет просто кожух для того, чтобы закрыть его от попадания внутрь водорослей. Пульт управления на руку, на шею, куда угодно. Батарейный блок, который крепится сверху на SUP. И, собственно, сам электрический мотор вставляется в штатное место вместо плавника на, собственно, сам борт. Дальше немного характеристик, но к этому вопросу мы вернемся немножко дальше, когда будем смотреть зарядку. Ну что, вы видите, стоимость SUP с мотором будет порядка 1000 долларов. Но если, кстати, вы этой SUP будете покупать, ну вот, в нормальном магазине, который продает SUP, где-то 700-800 долларов вам обойдется только сама доска. Мы же сейчас смотрим это все на Пангуде, то есть это тот же Алиэкспресс, считайте, и там это все очень дешево. А если мы это сравниваем с ценами в более развитых регионах, это можно будет все умножить на два. Но, тем не менее, если вот совсем порыться, я думаю, что где-то за 300-400 можно взять хорошую доску. И где-то еще за 300 взять к нему электрический мотор, который идет в комплекте с аккумуляторами. Ну что, давайте рассчитывать, что стоимость одного устройства будет нам обходиться от 600 до 1000 долларов за сетап. Обычно таких нужно два, потому что, ну, вы один вряд ли будете кататься, а вдвоем все-таки веселее. Поэтому два косарика за данное развлечение вам придется отстегнуть. Ну, либо одну тысячу, если вы будете это делать один. Ну что, давайте смотреть, что же, собственно, по характеристикам и как долго они заряжаются. В общем, готовимся к выходу и подготавливаем все это, ну, в теории. Итак, что мы видим из наших характеристик? Что у нас каждая батарея 8,8 Ач. Это литий-ионные батареи, которые не могут выдавать много, но здесь в данном случае много не нужно. Нам нужно долго и понемногу. Поэтому, если мы берем стандартный чарджер, который заряжает эти батареи, здесь написано, что он на 12,6 Вольт и 5 Ампер. Его мы можем сразу выбросить, взять наш ППТ-контроллер, тот, который управляет солнечными панелями. И с них мы можем совершенно спокойно снимать 5 Ампер для зарядки этих батарей. Не забывайте, что таких батарей у нас две, поэтому заливать мы будем ровно в два раза больше. То есть, если мы их включаем параллельно, 10 Ампер, наш МПП-контроллер будет заливать в эти батареи. До 80% он зарядится за час, и остальные 20% где-то еще, наверное, от полутора до двух часов он будет заливать. Итак, три часа в день у нас будет сниматься где-то от 5 до 10 Ампер. Это то электричество, которое мы будем недополучать на нашу лодку. Но мы же все-таки рассматриваем данное устройство в ключе яхтинга, поэтому учитывайте ваше энергоснабжение. Если у вас в обед ваши батареи полные, вам подходит. Если они полные у вас к 4 часам, тогда нужно либо увеличивать батареи, либо, не знаю, думать что-то, гонять генератор, либо какие-то еще другие способы зарядки использовать, либо заряжаться на берегу. Все, с этим мы с вами разобрались. Три часа у нас берем на зарядку двух батарей для того, чтобы потом полчаса погазовать в полный газ, либо час в каком-то более-менее нормальном режиме. Разобрались, с этим все понятно. Ну что, готовы? Переодеваемся и погнали тестировать суп с электромотором. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас я беру пестируски. Ну, есть ли, а? Стоять! Без второго аппетита! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Продолжение следует... 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 ну что давайте подведем итоги супи офигенная штука единственное что нужно внимательно смотреть какая мощность у моторчика насколько его хватает и какая скорость для вас эффективная потому что для меня например скорость 374 реально маловато но если учесть что батареи хватает на 1 час и при той стоимости которую можно купить вот вот эти вот моторы вместе с этими батареями это более чем достаточно и игрушка очень клевая потому что если у вас есть ваши степи вы можете на него просто купить мотор и кататься уже на готовом можете просто купить тот из степи который будет подходить к вам под мотор и если вы это покупаете например в китае как вот эти моторы и вот эти батареи то цена получается гуманная и значительно меньше если вы просто купите какой-нибудь из степи в декатлоне поэтому друзья делаем выводы и для нас например я считаю что в ближайшем будущем мы себе купим такие игрушки потому что это значительно увеличит наш диапазон путешествий ну что подписываемся на канал ставим лайки я думаю что яхтенное оборудование которое мы для вас показываем она для вас интересно и кто-то может быть себе захочет купить такую игрушку на лодку а кто-то может осознанно не захочет ну что ставим лайки подписываемся на канал и до встречи в следующем выпуске пока